всем привет сегодня у меня в зоре интересная зарядка такая умная можно сказать раз зарядка она отображает информацию сразу на дисплей модель данной зарядки x star вести 4 она идет и избежная то есть можно и автомобильного так как компьютера usb так использовать в комплекте блок питания не идет идет только шнур вот можете использовать отдельный блок питания от какого-то например сводом баджета мобильную и либо планшетом данная зарядка x star вести 4 может заряжать как литий-ионовые аккумуляторы так нет ники металл гибридный аккумулятор размер есть перечислены начинаю 10 440 заканчивает 32 650 также по размеру обычных батареек у кого начинают 4 а то есть еще меньше размер чем 3 а идет то есть маленький размер даже такое не видел скорее всего это 6 похоже на какой-то такой вариант но это совсем другая вот и это сер один такая вот штука также может размер у нас вот такой бочки средней бочки большой бочки аккумуляторы можно заряжать кроны данная зарядка не заряжает то есть у нас начиная 4 а заканчивается и размеры типа размер не то есть а 2 а 3 а 4 а си 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 кей то вестись и и вы чем такой варианте данная зарядка умная крестьяном может если аккумулятор сильно всаженный присаженный он пытаться восстановить то есть маленьким током минимальным там начинаем 100 миллиампер у нас по настройкам 100 миллиампер пытаться восстановить данный аккумулятор так он есть у нас функции защиты то есть автоматически определяет полярность батарейки если скажешь вам неправильно например поставили не той полярности или определить что это там уже непригодный аккумулятор по идее должно также у нее есть вы можете одновременно заражать все разум разнообразные аккумуляторы то есть у нас четыре ячейки есть и при этом вы можете четыре ячейки вот вставить и разные аккумулятор вот идет комплекте у нас такой обычный кабельочек кабельочек не micro usb данная зарядка на 4 идет у нас такой старенький устаревший разъем такого плана то есть такой двухконтактный выставляем либо блок питания там ставили либо саму компьютер и избежку либо в автомобиле можно заряжать длина где-то метр дальше у нас идет такой чехолчик кожи заменительный демонтин такой также у нас тут данный товар был приобретен магазине фьюа гарантий на карантийка данного товара у нас два года со дня покупки цена 650 гривень такая штучка чехольчик который можно носить с собой раз этом кинули в сумку и как и пошли удобно можно сказать что есть такой такая штучка можно не повредить данное зарядное устройство как тут я уже немного батарею подкинул дополнительно которые там вообще вошли на и там есть нас тут всякие примочки старовские гарантии 10 вот какая-то еще примочку запах такой химически немного смыть зарядки этих сидел как у нас никель-металловидные аккумуляторы panasonic правда я их уже пытался зарядить этой зарядкой много так и не зарядила то есть если у нас там емкость где-то в 550 то 10 процентов у нас еще заряжает отметим аккумуляторы у нас 1 2 вольта идут есть у меня еще похожий варианты panasonic in love них тоже где-то примерно такой же ресурс как и для этих panasonic ах это у нас какие батарейки 3а сайсы тут еще идет 750 ампер час то есть если этих 550 ампер час то есть если этих 550 ампер то есть по идее вот у нас 2 амперная зарядка вот дал планшета пределами зори на моем канале если кому интересно посмотреть если ставим 2 ампера эту зарядочку включая то по идее должно заряжать все красиво походит 2 ампера выходит потому что тут нас если мы заряжаем 2 батарейки в крайних разъемах у нас будет по 1 ампер зарядка так сделано специально если мы вставим 2 в средних разъема то есть 2 батареечки сюда поставили у нас будет по 0,5 ампера вот такая штучка если мы вставим 4 батарейки тоже будет у нас по 0,5 ампера зарядка вот так мы поставим все вот сюда и будет 0,5 ампера так будет 0,5 ампера здесь у нас экранчик такой у меня одна пленочка я пока не взираю она у нас есть будет не будет царапаться экран конечно у меня там не особо будет красиво но зато практично сзади у нас сделано с хорошего принципе материала материал такой ничего такой вообще маденчина вот есть довольно качественно сделано у меня зарядка была в обзоре литукала конечно функционал литукала зарядки намного больше чем этой более она функциональна ну это по качеству я бы не сказал мне кажется даже лучше сделано не особо так сильно заметно но есть присутствуют резиновые ножки такая решеточка охлаждающая увес он не особо увес сзади у нас все необходимые характеристики как он может заряжать куча размеров поддерживает то есть мы можем поставить самую большую бочку ну у меня не аккумулятор но я могу вот такую вот прибамбас поставить и будет нормально и он влазит это у нас в крайние места можем поставить большие бочки вот например такого плана вот будут в среднем мы можем литийоновую батарею поставить по идее но нужно зарядка определить как и где и что сейчас я попробую ставлю зарядку эту блок питания для начала пробуем через блок питания и посмотрим как оно все за это засветится вот такой яркий экранчик у нас пишет у нас сразу 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 подвижали стрелочки вот у нас каналы первый второй третий четвертый на экране отображается шкала первые первого канала и четвертого канала если мы нажмем клавишу по центру то есть каналы меняется отображение второго канала и третьего канала то есть либо крайний либо либо это самый центральный канал так и здесь вот сразу если мы выбираем первый канал и у нас вольтаж аж полтора вольта вот у нас тут стрелочки обоих вариантов а в центральных у нас выходят у нас аккумуляторы есть тут здесь у нас пишет что это не не калимитар и гибридный а у нас есть аккумуляторик вот на 2600 2А аккумулятор у нас вольтаж пишет где-то 1,5 вольта где-то но она заряжена эта батарея заряжалась летукавовской зарядкой то третий канал у нас и литийоновая большая батареечка размер 18650 типа 8800 миллиампер час 37 вольтов он определил что это литийоновская батарея но это не литийоновская батарея как я помню в узоре я делал тест данной батареи перед указкой зарядкой и по весу она даже не чувствуется она 8800 а настоящая емкость емкость 415 миллиампер час ну он так и выходит где-то фонарик вот тает на два дня вечером поездить на вуз пить центральная шкала у нас идет 0,5 ампера то есть у нас сейчас идет зарядка по всем каналам 0,5 ампера если мы например зараз вытянем вытянем например вот эти попробуем вытянем раз и это вытянем раз у нас стрелочка автоматически идет 1 ампер то есть то что я вам говорил два крайних разъема если две батарейки используются будет у нас по одному амперу заряжаться в данном случае у нас не аккумуляторы она даже не знает это или аккумулятор или это не аккумулятор как-то он не совсем понимает это все дело если мы поставим сюда еще вот эти две батарейки будет 0,5 если мы вытянем эти и поставим например эти мы вытянули сейчас оно все сейчас скинуло у нас 0,5 ампера вот так и висит ставим например ставим центральные вызываем еще две одинаковые 0,5 0,5 то есть так как оно написано так и в принципе идет зарядка пошла второй третий канал поэтому вот такая типа лунная зарядка эти принципы аккумуляторы заряженные но потом пытаюсь еще их покорить уже со временем пока они лежали они уже разродились сейчас мы пробуем установить старые вот вот эти я уже эту зарядку в принципе заряжал сейчас пробую их еще раз сходить делаем так вот если оно там красным засветилось то есть оно пошло зарядку сейчас я ставлю еще на это крайний разъем вот что-то ездит тут конечно вот такая вот штучка вот вот литокала зарядка у нас тут запитаем вот рукавовской зарядки идет сразу блок питания попробуем поставить такой большой аккумулятор ну вот то есть то есть такого размера сюда не канает средний сейчас попробуем поставить средняя бочка и шо вот она умная сразу понимаешь что это не аккумулятор не видит его нифига все нормально то есть по соображениям вот это литокала зарядка она более как бы разумные кроме этого она может быть то есть может тестирует как в быстром режиме батарейку тестирует и разряжать заряжать так и в полном тесте то есть разряжать заражать и 5 разродить или наоборот разрядить зарядить точно я уже не помню то есть по восстановлении функционала она более продвинуть что-то X-RVC правда на литокала гарантии практически не дают где-то примерно не помню там 3 месяца или сколько дают хотя у меня уже она уже скоро будет год и без проблем она заряжает и никаких у нее нет и здесь мы можем выбрать ток например зарядки то есть тут либо по амперу либо пол ампера как она там может еще она умная что там если какой сильно разряженный аккумулятор то она тебе там кинет меньше ампер ну пока я этого не заметил зарядки я уже этой зарядки где-то недельку это у меня уже практически будет скоро может не помню точно ну короче больше полгода точно где-то полгода потому что я его где-то весной покупал где-то обзор у меня там есть в общем эту зарядку покупал на фирму это покупал для дому так как на фирму данную зарядку гарантии довольно меньше на эту больше то есть если вам нужно подзарядить аккумулятор то данная зарядка висит 4 как бы функционально заряжает но она не разряжает есть у нее какие-то там все защиты эти все прибамбасики как большинство зарядок ну и здесь это тоже присутствует ну тут тут плюс есть то что он может заряжать больше размеров аккумуляторы ну не заряжает ни это ни это зарядка не заряжает кроны ну еще плюс данной литукао зарядки есть то что вы можете использовать как повербанк но при этом вам нужны вот такие литийоновские батарейки то есть покупаете 4 хороших литийоновские батареи где-то по 8000 10000 и вам будет банка на 40000 миллиампер час вы можете подключать как там заряжать не знаю гаджеты разные телефоны планшеты разные часы смарт и тому подобное устройство то есть по функционалу я считаю шуме такого лучше но по качеству изготовлению и не знаю да не знаю даже BC4 тоже как бы неплохой вариант но стоит буквально 10 15 процентов дороже литийонов так что вот такой обзорчик на такую зарядку я сравнил их между собой то есть от вас зависит какую зарядку вы хотите себе приобрести я бы советовал конечно литийонов если вы будете использовать для себя то есть если у вас нету например пауэрбанка то вы в принципе убиваете два зайца вы покупаете себе зарядку для аккумуляторов разных кроме этого вы имеете себе сразу пауэрбанк практически в кармане да там нету чехла но здесь еще идет окремов окремов то на прикуриватель машину хотя тут если у вас есть например в этой X-Star зарядки у вас есть прикуриватель или есть USB разъем то вы тоже в принципе можете использовать данную зарядку ну и X-Star конечно немного в этом смысле отстает плюсом на сегодняшний день я считаю в X-Star есть то что он может только заряжать вот такие батарейки размеры и вот такого размера и также бочки литийоновские большего размера хотя здесь у нас тоже в принципе литийоновский сборник но нормально хватает а тут у нас уходишь тут даже даже литоковая зарядка больше в виду в аккумуляторе заряжает ток заряда что здесь у нас идет 500 можем тут выбрать зажмем клавишу посмотрим ток идет 300 миллиампер час 500 700 тысяч конечно в некоторых случаях люди говорили что 300 это еще много ну типа тут ток идет ряда восстановление батареи от 100 миллиампер час то конечно в этом случае старых выграют но пока я это не замечаю на дисплее возможно как-то она там мудро вычисляет это все дело ну и при этом 300 я считаю тоже неплохой вариант есть свои плюсы и минусы решать вам но я посоветовал конечно не токалов все всем пока спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал надеюсь мы взор зарядок еще вам больше дополним и при этом вы можете пользоваться еще не только зарядным устройством но и powerbank вот мне интересно на такой варианте сейчас я попробую поставить у нас эту зарядку то есть поставим вот вот такую штучку и будет ли у нас работать powerbank это будет вообще крутой вариант то есть мы вставим сюда вот зарядку раз когда она заряжается скорее всего того что не будет куда и по тайну красота мы заряжаем зарядкой литокала заряжаем батарейки старписи 4 и и кто у нас выигрыши сколько баллов выиграет литокала сколько веси 4 да вы не можете заряжать одновременно аккумулятор но вы можете использовать как так что я наверное скорее всего была если купить пауэрбанк но я скорее всего куплю себе вот такие батареечки буду таскать себе в рюкзаке зарядку и заряжать себе телефон планшет что будет под рукой что будет нужно например кроме того что я может заряжать батареек еще раз всем пока и до новых встреч подписывайтесь на канал и хай у вас всегда везет